Всем привет! Сегодня финальный рассказ о небольшом, но производительном гриндере, который мне удалось собрать благодаря вашим советам и с учетом нюансов, о которых вы, мои зрители, мне рассказали. Как всегда, тут будет обзор подробной чертежи и схемы и рассказ о том, как его сделать самостоятельно, пошаговые инструкции. Гриндер построен по классической схеме на раме и стального листа толщиной 10 миллиметров. К раме крепятся все элементы протяжки и упоров и мотор АИР-71 мощностью 750 ватт и скоростью вращения 2850. В моей мастерской это ленточная шлифовальная машина будет выполнять работы по шлифовке, приданию нужных форм и подгонке деталей для новых самоделок. Машина получилась именно той, которая мне нужна, но в ней предусмотрена возможность апгрейда путем замены мотора и шкива и применения ригельных устройств и для более серьезных работ, например, изготовления клинков ножей не разово, а серийно. Вы уже видели ее испытания на производительности вибрацию. Натяжной ролик бочка держит ленту ровно и точно, а проблема с убеганием ленты при большой нагрузке решена, по вашим же рекомендациям, установкой более жесткой пружины, теперь от пружины тормозных колодок автомобиля газель и при обработке можно смело прикладывать усилия к детали, лента больше не смещается. Все чертежи и схемы можно поставить на паузу и сфотографировать или сделать скриншот экрана и распечатать его. Можно в комментариях оставить заявку, я вышлю их вам на почту совершенно бесплатно. Подпишитесь, чтобы не потерять эту связь. За всю техническую документацию благодарю от всего сердца моего подписчика Владимира Рудакова. Он проделал колоссальную работу и по 2, и по 3D визуализации, чтобы у нас с вами были не только простые схемы, понятные каждому, но и настоящие чертежи, которые можно отдавать в серьезное производство. Первый раз в моих роликах будут настоящие академические чертежи, можно сказать. Рама. При выборе толщины я согласился со зрителями, предложившими лист 10 мм. Это позволяет избежать сварных работ при устройстве ребер жесткости и крепления элементов. Вообще, надо сказать, что в этом гриндере нет ни одного сварного шва. Здесь привычные вам схемки, но в конце каждого раздела покажут детали, будет и серьезный чертеж. Толщина листа позволяет надежно и точно крепить оси подвижных элементов и нарезать резьбу М6 прямо в торец. Отказ от сварки обусловлен и геометрическими требованиями, ведь на геометрию влияют изменения размеров в результате термического воздействия. Металл при сварке ведет. Добиться перпендикулярности осей удалось, закрепив метчик для начала захода резьбы в патрон сверлильного станка. Но если сверлильного станка нету, существуют и другие методы точного нарезания резьб и самодельное присвособление, нетрудные, например, из бруска деревянного. Если обнаружите противоречие между моими схемами и чертежами Владимира, верить нужно чертежам. В площадку опор мотора вкручиваются стандартные ножки. После регулировок, обеспечивающих одновременно опору всех четырех ножек и рамы на поверхность, ножки фиксируются контргайками. Кромысло. Оно качается на 10-миллиметровой оси. Достаточная площадь прилегания и вынос маятника натяжного ролика обеспечены использованием набора подходящих шайб. Болт оси затягиваем до плотного прилегания и в этом положении фиксируем контргайкой так, чтобы кромысло перемещалось без люфты. В варианте, который предложил Владимир, нажимной размер кромысла увеличен и поэтому, чтобы заменить ленту, усилий потребуется меньше. На ваше усмотрение, как вы захотите. Маятник позволяет изменять угол оси натяжного ролика, регулируя положение ленты. Маятник в хронштейне качается на оси из винта М5. Регулировка осуществляется подпружиненным болтом М6. При этом чем дальше болт от оси маятника, тем точнее будет регулировка. Музыка 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 Очень важно просверлить все три отверстия максимально точно. Конечно, обладая некоторым опытом, это не трудно сделать и без сверлильного станка. Но с станком, конечно, поудобнее. Музыка 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 ролики втулки и шкив заказал у токаря шкив диаметром 95 миллиметров обеспечивает скорость движения ленты около 14 метров в секунду для моих нужд вполне достаточно конечно в идеальном варианте токарю нужно заказать и оси роликов но я обошел стандартными винтами 10 на 80 с длиной резьбы 24 выбрав из этих болтов те на которые подшипник сел наиболее плотно опорный стол в качестве фланца крепление стола очень удобно использовать стандартную гайку угол шлифовальной машины болгарки заказать ее можно буквально за копейки или купить даже в некоторых магазинах инструментов недорого через отверстие гайки винты закручиваются прямо в стол с использованием пасты фиксатора а сам фланец ну гайку шим контрится на шпильке м14 гайка с осточными чтобы не мешали шляпками винтов гранями шляпками винтов гайки шляпки 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 Субтитры сделал DimaTorzok У меня он установлен вот так. Мне эта высота удобна. Но если вы хотите использовать большую площадь обработки, форму кронштейна стола нужно будет изменить. Тогда столик опустится. Упорная пластина вместе с кронштейном фиксируется на раме в положении, позволяющем применять керамическую накладку толщиной 6-10 мм. Накладку, по вашим советам, клеил на жидкие гвозди с помощью струбцин. Субтитры сделал DimaTorzok Трехфазный мотор подключен по схеме треугольник с использованием рабочего 50 мкФ и стартовых 100 мкФ конденсаторов. Их хорошо вместило распределение на коробку OP-150 на 110 на 80. А для выключателя оказалась удобной штатной коробочкой от самого мотора. Субтитры сделал DimaTorzok Питающий провод надежно закреплен хмутом с самоклеящимся основанием. Сборка всех узлов осуществляется с использованием разрезных шайб Гровера, контргаек или паст фиксатора. Это не позволит резьбовым элементам раскрутиться от вибрации. Субтитры сделал DimaTorzok Лента 50 на 915 мм. Не дефицит. Ее варианты разной зернистости можно найти не только в интернете, но и в хороших магазинах инструментов. Субтитры сделал DimaTorzok Гриндер получился довольно компактным, производительным и устойчивым. В нем заложен потенциал для дальнейшей модернизации, если это кому-то будет нужно. Я очень благодарен всем, кто помог мне в его проектировании. Отдельное спасибо Владимиру Рудакову. От всей души рекомендую эту модель для использования. Подписывайтесь на канал и оставляйте заявки на бесплатные чертежи. Всем удачи в ваших проектов. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok